Дом не ремонтировали больше 40 лет, рассказывают жители. Теперь здание не узнать. Еще весной здесь местами вываливался цемент. Грязный, весь побитый. Нехороший очень дом был. После ремонта он стал очень хороший. Мы рады. Работали очень хорошо. На совесть работали ребята. По плану капитального ремонта у этого дома ремонтировать должны были крышу. Но кровлю жители сделали за свой счет еще в 2014. Поэтому в программу пришлось внести изменения. Так как мы крышу сделали уже за свой счет жители, мы поменяли программу. Поменяли программу на фасад дома. Мы сами выбирали. Более приятный такой цвет. Нежный мятный цвет подчеркивает пышные цветники под окнами. На ремонт фасада ушло около 700 тысяч рублей. Во время работы строители консультировались с жителями. Мы его зачистили, загрунтовали, смонтировали сетку. По сетке отштукатурили, отшпаклевали и покрасили его. В процессе работы больших нюансов не возникало. Все решалось. Пять лет без проблем. Если вдруг затрещит штукатурка, потрясчики поспешат на помощь. По гарантии. Подрядная организация в течение пяти лет будет по любым замечаниям, которые касаются качества капитального ремонта, выезжать. И замечания в полном объеме будут устранять. Жители этого дома и сами не сидят сложа руки. Не только отремонтировали кровлю, но и подъезды привели в порядок. Да и собираемость взносов на капремонт здесь больше 70%. Периферия незабыта. В поселке Верхняя Подстепновка капитально ремонтируют не только фасады, но и крыши. У двух других домов на улице специалистов теперь почти пражские красные крыши. Подрядчики подошли к делу не только качественно, но и творчески. Таких домов с красной кровлей становится все больше. В планах на следующий год ремонт еще нескольких фасадов и крыш. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.